11 января самый вежливый день в году. Это день слова «спасибо». Ну что ж, давайте узнаем, насколько часто и кому говорят жители нашего города это, без сомнения, приятное и очень милое слово. Какой сегодня день? Сегодня... Ну, сегодня среда. Сегодня день благодарности, день спасибо. Скажи, пожалуйста, ты часто говоришь слово «спасибо»? Да. А кому говоришь? Ну, родителям, если они что-то для меня сделали. Друзьям говорю. Ну как, ты рад говоришь спасибо? Да. А как ты считаешь, почему нужно говорить спасибо? Ну, это знак благодарности. То, что... Это значит то, что ты воспитан. Вы часто говорите спасибо? Да, миллион раз. Пять минут назад. Скажите, а что для вас значит это слово? Ну, как бы знак... Благодарность. Благодарность. Да, обязательно, когда тебе сделали приятно, ты говоришь спасибо. Ну как, на дни час приходишь? Миллион раз. Но это приятно. Стараемся не забывать благодарить людей. А на что, может быть, в этом году уже хотели бы сказать спасибо? Есть такое? Смотря кому. Ну, врачам, например. Да? Да. То есть... Ну, сталкивались мы, да, и хотим сказать спасибо большое. Вы сегодня же кому-нибудь сказали спасибо? Кому говорили? Я не помню. Одноклассниковый. Ну, а часто вообще говорите это слово? Кому, как правило, чаще? Маме. Маме? Да. А маме за что спасибо? За все. День спасибо? Да. Здорово. А вы кому-нибудь говорите слово спасибо? Как часто? Всем говорю спасибо, когда друзья мне помогают, родным говорю спасибо. Очень часто. Ага. А за что вы в этом году вот уже хотели сказать спасибо и кому? Есть такие вот? Девушки свои за то, что она рядом, мама, все семьи, когда мы Новый год встречали уже. В первые дни, минуты Нового года уже отблагодарил. А что значит это слово? Спасибо. Это благодарность людям, которые рядом с нами находятся. И отдать частичку, наверное, себя им в этих словах. Спасибо. 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 И ведь согласитесь, нет ничего приятнее, чем услышать от человека, близкого или далекого, родного или постороннего, такое простое и очень доброе слово. Спасибо. Спасибо.